Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чаровное средение» и сегодня хотела бы осветить тему «Грудное молоко». Все мы знаем о пользе грудного молока. Здесь можно очень долго говорить на эту тему, потому что с каждым инновационным открытием мы знаем что-то новое. Но мало кто знает основу. Основа в следующем, что грудное молоко настолько ценно, что мы не имеем права его заменять другими видами молока. На середине, естественно, эта тема стоит особенно остро, потому что здесь можно воскликнуть и сказать, что ничего страшного, можно заменить сырым молоком, например, козьим, любым коровьим. Но здесь нужно разбираться, здесь нужно разбираться в этой теме и мы сегодня будем разбираться. В первую очередь нужно понимать, что самки одного вида могут полноценно выкормить только своих детенышей. То есть мы понимаем, что при взаимодействии ребенка с матерью, ее иммунная система реагирует таким образом, что она формирует молоко в том виде, в таком наборе витаминно-минеральном, чтобы удовлетворить полностью его потребности. Это первый момент. Мало кто понимает, что то молоко, которое мы приобретаем для своих детей, я уже не говорю пакетированное, пастерилизованное, еще какое-нибудь. А вот просто даже если мы покупаем участников с рук, оно не отвечает всем потребностям ребенка. То есть оно не содержит те витамины и микроэлементы, которые ему нужны. Соответственно, неполноценное питание уже с самого младенчества. Второй момент. Молоко, молоко материнское содержит иммуноглобулин А. Он отвечает за иммунный ответ. То есть он защищает слизистые оболочки рта, гортани, легких, носоглотки и так далее. То есть вирусы и бактерии, попадая на слизистую, они убиваются. Иммунный ответ происходит. Конечно же, здесь нужно понимать, что формируется вот этот барьер иммунный, собственный, у ребенка с 4 месяцев. Начинает формироваться и полноценно этот иммунный барьер сформирован к 4 годам. Представляете, да? То есть 4 года ребенку и только в 4 года полностью сформирована иммунная система. Я уже не говорю о других показателях, хотя бы об этом, да, показателе я могу смело заявлять. Что происходит в итоге? Сейчас такая мода, максимум там год кормят грудью. И с 3 до, ну там, до 3, да, до 4 лет ребенок справляется с вирусами, бактериями самостоятельно. Каким образом? Абсолютно незащищенный он, да. То есть у него возникают различные болезни, именно даже не на почве того, что он сам по себе слаб, а потому что его не докормили. Да, не докормили молочком маминым. Вот если мы вспомним, да, то еще в царские времена, но я просто то, что я знаю, я буду освещать, да, я буду говорить. Вот до всех этих переворотов вообще было естественным кормить ребенка до 4 лет. Потом у нас изменился режим, потом у нас изменилась система вообще и образования, и здравоохранения, и всего остального. Да, культура сошла на нет полностью. Соответственно, ввели молочные кухни, дабы мамочки кормили, либо те, кто их замещает дома, коровьим молочком деток. Молочко было на молочных кухнях бесплатное, сделали отдых по рождению ребенка, да, вот всего лишь 3 месяца. Вот это реалии были, да, то есть нужно было очень быстро прийти в норму и обратно вернуться на работу. Ну, итоги мы видим данного. То есть это поколение вообще наших родителей. То есть мы не замечаем никаких особых у нас уже во втором поколении иммунных реакций правильных, мы ослаблены. То есть я считаю, что это вообще геноцид народа. Вот недокормленный ребенок, он неполноценный, да, не только физиологический, но еще энергетический. Потому что молочко мама, оно позволяет защищать ребенка энергетически. То есть он его подпитывает, да. Соответственно, получается, что недокормленные дети, они неполноценные со всех сторон. А мы сейчас все недокормленные, да. То есть поколение наших родителей вынуждено было недокормленным, да. Поколение наших бабушек я вообще молчу, потому что там была война и там было не до чего-то там вообще. Ну и, соответственно, 3-4 поколения сейчас уже недокормленные материнским молоком. В силу этого можно считать, что геноцид русского народа, можно сказать, ну прям вот так взял и удался, да. Редко кто сейчас решается на кормление ребенка дольше года, да. То есть и врачи на это смотрят спокойно, и мамы привыкли уже к тому, что все нормально, да, с этим и не стоит ничего делать. Но мы-то понимаем, что это не просто мода, это внедренная программа, да. То есть все эти молочные кухни, все эти там моды на то, что если при длительном кормлении, например, там ребенок получает все микроэлементы, то у матери только минусы. Во-первых, она привязана к ребенку, во-вторых, физиологически меняется форма и вид груди, да. Сейчас очень модно выглядеть как Барби до 90 лет. Ну вот мы как бы воспринимаем эту моду как данность. На самом деле при длительном кормлении физиологически женщина не меняется, да. Но здесь другие аспекты. Она должна быть спокойной, у нее должно быть правильное питание, она должна высыпаться. Если ребенок, например, и семать на сыроедении, и ребенок на грудном скармливает, то никаких проблем там с усталостью, с какими-то недосыпами и так далее нет. Конечно же, все женщины сейчас рвутся, зарабатывают деньги, потому что просто нужно кормить семью. Они вынуждены это делать, бросать грудное скармливание в большинстве случаев. Соответственно, получается, что дети-то вовсе и не наши, да, получается. Почему? Учеными проведен опыт, что молоком животных одного вида кормили животных другого вида. То есть брали молоко овчарки и вскармливали зайчат, поросят вот этим молочком. Что в итоге получилось? Котят, да, еще. Все три вида, которые были вскормлены молоком собаки, да, овчарки, они стали проявлять агрессию, они стали проявлять бойцовские качества, они стали защищать своего хозяина. То есть это несвойственное поведение для данных животных. И вот давайте посмотрим на ситуацию, происходящую в наших семьях. Молоко не просто введено в рацион, оно воспевается, как и вершина кулинарии, да. То есть нам вбили в голову, что это сродственные нам продукты, мы имеем право его есть. Но вот тот гормональный фон, те микроэлементные витаминные составляющие, которые есть в коровьем молоке, они никоим образом нам не свойственны. То есть это несродственная нам пища, и тем более детей нельзя поить этим молоком, да. Вот почему у нас проблемы с подрастающим поколением, у которого там гормональный фон скачет, почему есть эти возрастные прыщи, почему ребенок неуравновешен, нестабилизирован, потому что гормональный сбой произошел еще в младенчестве, да, и мы этого не осознаем. То есть наши дети вовсе-то и не наши получаются, поэтому ни в коем случае нельзя в младенчестве кормить ребенка коровьим молоком. Нельзя. Это надо четко понимать, потому что если вы этого не будете понимать, вы начнете из каких-то побуждений поить ребенка молоком. Из каких, да, навязанных? Мол, там кальций, еще там что-то. Но уже сейчас известны и открыты эти данные, что кроме балластных веществ в молоке и во всех молочных продуктах ничего нет. И кальций этот не усваивается, он только наносит вред организму. Нужно знать, что помимо того, что мы засоряем свой организм просто вот балластными веществами, которые очень-очень медленно движутся по кишечнику и фактически, ну вообще там идут так, просто проталкиваемой едой, да, последующей. Так еще и мы поглощаем казеин. Да, казеин это достаточно такой серьезный клей, из которого делали раньше гребни. То есть были раскопки, вот в России проводились, да, несколько там веков назад жили люди, и они понимали, что казеин это клей, и был гребень, вот которым расчесывают волосы, да, он сделан был из казеины. Представляете, вот такое вот есть. Понятно, что культура питья молока и всех створоженных продуктов молочной кухни, они вот намертво вошли в наш быт, да, в наш обиход. И вот здесь надо вытравлять это все своим пониманием, что это вообще не полезно. Помимо этого, мы уже знаем, что молоко это слизеобразующий продукт, который не имеет права вообще попадать в наш организм, потому что у нас появляются несвойственные желания, да, несвойственные реакции на людей, потому что чем больше у нас микробов, тем больше у нас микробного мышления, да. И вот здесь нужно обратить внимание на то, что наши мысли-то, в общем-то, и не наши порой, что наши идеи и желания – это навязанные вот этой микрофлорой, имеющей низкие частоты, свои желания. И вот мы получаем это все вместе с пищей. Конечно же, нужно еще знать, что если мы выпиваем молоко, то оно идет по ЖКТ 4-6 часов, да, то есть оно переваривается, более или менее хоть как-то. Но как только в рот попадает другая пища, не дождавшись этих 4-6 часов переваривания, останавливается. И в итоге все это недоперевариванное, обрастающее слизью идет по нашему ЖКТ. Ну, в общем, здесь особая тема, которую нужно просто вот проработать и обратить внимание на нее. Теперь давайте посмотрим на то, что подсадили наших детей на молоко, да. То есть казеин – это просто манна небесная по сравнению с тем моментом, что вот если выпивать там на голодный желудок до молока, то происходит створаживание, там, брожение и так далее. И вот наши дети с детства привыкают к этому алкоголю, да. Что у нас происходит при избраживании? Конечно же у нас происходят какие-то вот такие вещи, связанные с алкоголем, да. То есть здесь нужно понимать, что у нас дети совсем не понимают потом уже, почему им в юности хочется выпить, почему им хочется той или иной алкогольной продукции. Вот это все идет из детства, когда их поют кефиром, когда им заливают это молоко, заставляют выпить. Я помню в детстве, когда мне говорили выпить молоко, у меня просто этот запах ужасный, там вот это ощущение, его можно было выпить только когда оно просто ледяное. Других вариантов, выпить его было невозможно, потому что это была просто нереально неприятная пища. И я понимаю, почему дети не хотят это пить, я понимаю, почему у них возникает такое дикое сопротивление, потому что они просто понимают, что это не сродственная пища, да. Это вот взрослые с навязанной парадигмой реальности нашей, они думают, что вот нужно это все пить. На самом деле, все, что связано с молоком, все, что связано с сброженными, с твороженными этими всеми вещами на молоке, это все несъедобно. Поэтому, друзья мои, я рекомендую, конечно же, кормить своего ребенка минимум до 4 лет. Если бы я не имела опыт такого кормления, да, своего ребенка, я бы, конечно, не имела права это говорить. Но, действительно, мой ребенок был вскормлен грудью до 5 с лишним лет, да, то есть почти до 6 лет. Здесь, конечно, половину, кто смотрит, уже, наверное, лежат в обмороке. Но на самом деле это норма, потому что, если этого не делать, у ребенка не сформируется правильный иммунитет. Тем более мы на сыроедении, да, то есть она, ну, мой ребенок выношен на сыроедении, сейчас находится на сыроедении. И у нас, у нас правильно сформирован иммунитет, да, то есть нужно постараться в своей жизни для своего ребенка сделать максимальное благо. И благо заключается в том, чтобы хотя бы не давать молоко, коровье, козье, то есть не с родственное с материнским, да, только материнское молоко съедобно для ребенка. Ну вот, я думаю, что я все подробно рассказала, обо всем, что хотела, поведала вам. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь, у меня есть блог Андрейка Алена, проходите по ссылке под этим видео, подписывайтесь на канал «Чаровное сыроедение». Крепкого вам здравия! Продолжение следует...